Он создал полицию, уменьшил налоги, устранил бюрократические процедуры, упростил государственный контроль. Эпоха правления Саакашвили показала Грузию мировой общественности как лучшую и успешнейшую страну. Сейчас там комфортно жить населению, а бизнесу работать. Если получилось в Грузии, то получится и в Украине, считает сам экс-президент. Вот уже полгода он борется с коррупцией в Одессе. Мне все предупреждают, что это крайне рискованное дело, что не надо ехать в Одессу, ты там не понимаешь. Там столько группировок, столько там всяких там бандит на бандите сидит и бандита погоняет в разных сферах экономики, таможни и так далее. Говорят, нечего туда соваться. Ты или шею сломаешь, или там тебе хребет переломают. Но я привык. Но я одновременно, я знаю, что да, теоретически я знаю, что все это есть. Но одновременно я знаю, что здесь потрясающие люди. В мае 2015 года главой Одесской областной администрации становится Михаил Саакашвили. Он набирает себе сильную команду, с ними начинает полностью менять государственный аппарат, превращать чиновников в менеджеров, работающих на народ. Мы перестроим государственный аппарат так, чтобы правительство стало сервисом, обычным обслуживанием народа. И те, кто содействует правительственному аппарате, они должны служить. Они там просто для того, чтобы улыбаться, служить, бегать, облегчать жизнь народу, а не вызывать из себя темный кабинет и вымогать взятки или просто иначе портить им жизнь. Назначение политика мирового уровня на должность руководителя области отметили и жители региона. Его не подкупят, у него нет здесь связей. Он будет реально смотреть и делать, бороться с коррупцией. Иностранцы, они опять-таки были в других странах, они видели, как это творится там. И я надеюсь, они построят что-то подобное у нас. По словам Михаила Саакашвили, наша область должна стать привлекательным регионом для инвесторов, комфортным местом для ведения бизнеса, ну и, конечно же, для жизни населения. Субтитры создавал DimaTorzok